В набережных Челнах завели уголовное дело на студентов и преподавателей. Одни подозреваются в даче взятки, другие в получении в особо крупном размере. Инцидент произошел во время зимней сессии в одном из вузов города. Эльмира Гайнудинова с подробностями. Получить отлично, ничего не выучив, пожалуй, это мечта любого студента. По версии следствия, в середине января текущего года не менее 13 студентов-заочников экономического факультета собрали по 15 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для успешной сдачи экзамена. Кстати, некоторые учащиеся, приезжие, они приехали из Нижнекамска, Мензелинска, Менделеевска и других городов Татарстана. В общей сложности старосту группа передала двум преподавателям набережной Челненского института КФО около 200 тысяч рублей. Сотрудники вуза задержаны и допрошены. Свои вины они не отрицают и активно сотрудничают со следствием. Есть информация о том, что данный характер получения взяток в таком размере и за такие действия уносит систематический характер. Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям студентов, которые собрались и передали взятку через одного доверенного лица. Если вина преподавателя будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Студентам аналогичная мера наказания. Не исключено, что студентов, покупающих себе оценки, было больше. Возможно, участники преступлений устанавливаются. В вузе, тем временем, начато внутреннее расследование, усилена антикоррупционная работа. Эта работа службы безопасности нашего института и нашего университета совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями города Набережной Челны. В нашем институте имеется план работы по борьбе с коррупцией в нашем институте. Согласно этому плану, после каждой сессии мы проводим анонимное анкетирование наших студентов. Расследование уголовного дела продолжается. Завтра, 7 марта, в городском суде изберут меру пресечения преподавателем, подозреваемым в получении взятки. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Ильнар Мустафин, Челны, 24.